Всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube канал, где я рассказываю про интересные SEO-проекты этого года. Сегодня к нам пришел достаточно... Точнее, у меня на обзоре будет достаточно интересный проект, который к нам пришел из индустрии музыки. А как вы знаете, индустрия музыки это многомиллиардные денежные потоки, которые с каждым годом увеличиваются в объемах. К сожалению, огромная часть этих денег оседает в карманах различных посредников, а не авторов музыкального контента и их команды. С развитием цифровой дистрибьюции музыки увеличивается масштаб операции, а рынок стал более монополизированным. Такие гиганты, как Apple Music, Spotify, Pandora, Deezer, Tidal и другие частично решают данную проблему, но при этом они настолько монополизировали рынок, что это позволяет им зарабатывать миллиарды прибыли, увеличивать стоимость контента для конечных потребителей. И, соответственно, чтобы решить эту проблему, сделать этот рынок более, что ли, демократичным и убрать вот этих вот крупных игроков, точнее, не то, чтобы убрать, а сделать так, чтобы рынок был более честным и все деньги доставались не только одним крупным игрокам, появляется такой проект, который называется InMusic. И одной из целей своего проекта он ставит это создание отдельно организованной платформы цифровой дистрибьюции музыки. При этом пользователи сервиса смогут не только потреблять контент, но и зарабатывать. Авторы будут защищены от пиратства, а с рынка уйдут посредники, из которых увеличивается стоимость цифрового контента. То есть это достаточно полезная и нужная платформа как для музыкантов, так и для потребителей, для слушателей, потому что одни получают возможность доносить контент и получать за это хорошее вознаграждение, ну а для нас, поскольку будут убраны лишние посредники, этот контент будет менее затратен. Главные какие идеи InMusic это весь проект держится на четырех основных идеях. Это вознаграждение всех активных участников платформы, вознаграждение авторов в зависимости от популярности и ценности их продукта, что на мой взгляд достаточно справедливо, вознаграждение людей, которые занимаются привлечением аудитории и популяризацией ценного контента, использование масштабируемой и практичной бизнес-модели. В центре платформы находится мобильное приложение и декстоп-версия, в которой не будет назойливой рекламы. Через приложение авторы смогут общаться со своими поклонниками, продавать свою музыку и реализовывать билеты на концерты. В InMusic будет строен плеер QuickPlay, с помощью которого можно будет слушать музыку. Также каждый пользователь будет получать ежедневную нарезку из треков согласно своим музыкальным предпочтениям. Если ему понравится какая-то песня, то он сможет ее добавить в корзину и купить. Пользователи, которые ежедневно пользуются поиском музыки внутри приложения, получат токены. Потом их можно потратить на новые композиции. В приложении будет система плейлистов и удобный каталогизатор. Вся информация будет записываться в блокчейн, что максимально защищает всех пользователей сервиса. Особое внимание уделяется защите авторских прав. С помощью системы верификации будут определяться пираты, которые пытаются продавать чужую музыку. Помимо верификации самого контента, каждый автор должен получить пропуск на платформу, получив подтверждение от 20 любых пользователей. Вознаграждение системы рейтинга более охотно вовлекает в процесс пользователей и исполнителей. Авторы смогут зарабатывать определенное количество токенов. Кстати, токен будет называться как SoundCoin, построен будет на ERC20, сколько я знаю, эфира. И авторы смогут зарабатывать определенное количество токенов, просто добавляя новые композиции в InMusic. Будет также действовать реферальная программа, за счет которой музыканты смогут зарабатывать на своем сообществе, приглашая фанатов присоединиться к системе. Заработать смогут также рядовые пользователи, у которых есть собственная аудитория. По поводу, вот сейчас я данные расскажу про ICO. В системе будет использоваться две криптовалюты, включая Music Token, SoundToken и Music Cash, IC. Вторая будет привязана, вторая криптовалюта будет привязана к курсу доллара и стоимость одной монеты IC всегда будет равна одному центу. Стоимость второй может изменяться во время, но обе валюты будут использоваться для оплаты внутри системы. При этом внутри приложения будет нулевая комиссия за проведение любых транзакций. Блокчейн и Music основан на эфире и системе смарт-контракта. Так, теперь мы подошли, как вы видите, SoundCoin. Символ будет у него как Sound, эфир на ERC20. Хардкеп у проекта это 400 миллионов токенов надо продать им собственным. И как видите, за один эфир они дают 10 тысяч токенов в Sound. Принимаются к оплате евро, доллары, так же биткоин и эфир. По поводу дистрибьюции, как будут собранные средства, куда потрачены, на маркетинг большая сумма идет. И также на технические разработки и дизайн. Что в принципе вполне логично. Что здесь еще стоит посмотреть. Вот как раз мы ровненько подошли к роудмэпу. Хочется сказать, что сейчас, как вы видите, мы идем на стадии пресейла. И также активной медиа-компании. И вот в конце 2018 будет уже более интересно, допустим, как product testing. То есть будет тестироваться продукт. И также будет уже с партнерами в индустрии заключены договоры. Также вот в начале 2019 года будет уже непосредственно запущена SoundWallet. Что достаточно интересно. Ну, как вы видите, только в середине или даже ближе к концу 2019 года уже стоит ожидать непосредственно запуск самой стриминговой платформы. Что еще хотелось бы добавить по проекту. Во-первых, команда у проекта достаточно большая. Естественно, стоит выделить его основного игрока SEO. Стефан Брэд, который 15, точнее 17 лет опыта работы непосредственно в музыкальной индустрии. Также хочется сказать, что команда в целом сильная. Тут есть и технические специалисты, и есть такие, как креативные директоры, как Winnie Piong, который разрабатывал продукты, которые пользуются большой популярностью аудитории. Ну и в целом здесь можно изучить команду. Есть ссылки на LinkedIn, где вы можете, опять же, узнать про данную команду и посмотреть, насколько она вам интересна. Также адвайзеры у проекта, опять же, их достаточно большое количество. Все они со своими компетенциями, и есть здесь интересные личности, поэтому советую их изучить. На что еще советую обратить внимание, это также можно почитать статьи про данный сервис InMusic. Ну и что еще советую вам сделать, это зайти в блог проекта и почитать какие-то новости, и как, допустим, здесь вот, грубо говоря, музыкальный блокчейн, музыка на блокчейне, как она строится, и, в принципе, понять, возможно, еще тоже какие-то нюансы по поводу данного проекта. К сожалению, конечно, на английском языке, но попробуйте перевести, ну, либо, если знаете, то почитайте на этом. Ну, вообще, заходите в блог, заходите в Telegram-чат и узнавайте последние новости о данном проекте. Проект относительно, можно сказать, свежий в плане идеи, в плане узнаваемости, поэтому, ну, советую вам обратить на него внимание и последить за его судьбой. На данном этапе все. Спасибо, что смотрели данное видео. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok